Вы знаете того господина? Нет. Аниэс, опомнись! Прошу вас, займите ваше место, пожалуйста. Ну, Аниэс! Не устраивайте скандалы. Аниэс! Ты никогда не сможешь обнять женщину, не вызвав гомерического смеха в зале. И вообще, ты обречен на роли самых последних негодяев. Внушали молодому Бельмондо педагоги в театральной школе. Посмотрите на свою внешность. Ну, что такое? Такое ощущение, что просто сплющенный нос, какие-то странные губы. То есть он не вызывал ощущения героя, француза. Ему даже часто говорили, вы что, боксом занимаетесь? Почему у вас такое странное лицо? Именно так будущая кинозвезда действительно занималась боксом. И довольно успешно в 18 лет Бельмондо стал чемпионом Парижа по этому виду спорта. Давай. Левый. Левый. Правый. Левый. Левый. Правый. Осторожно. Левый. Еще быстрее. Хорошо. Вопреки предсказаниям учителей, Бельмондо играл любовь с первыми красотками кино. Бриджит Бардо, Катрин Дынев и Софи Лорен. И поначалу у зрителей это вызывало недоумение. И многие сначала шутили. Ну да, красавица и чудовище. Такая какая-то странная пара. Бельмондо с красавицей, как всегда, кинозвезда. Но его лучезарное обаяние в конце концов сделало из него новый секс-символ планеты. У нас в стране его боготворили миллионы женщин. А урсула Андрес, это она сыграла первую девушку Бонда. Ее до сих пор считают одной из самых сексапильных подружек спецагента. В детстве Бельмондо не отличался примерным поведением, плохо учился, драки, прогулы. Вот что слышали его родители от учителей. Когда их чадо неожиданно заявило, что собирается в театральный, мама с папой обрадовались. А вдруг за ум возьмется. Позвали в гости своего друга, какого-то известного французского актера. Жан-Поль прочел ему басню Ла Фонтена. Мэтр, помолчав, выдал вердикт. Бездарен. Видимо, тогда Бельмондо и решил доказать, чего он стоит на самом деле. Фарш, нужно его остановить. И Бельмондо было не остановить. Обладатель почетной золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Золотой лев Венецианского кинофестиваля. Кавалер ордена почетного легиона. Он снялся в без малого сотни картин. Но представьте себе, был еще и блистательным театральным актером. Собственно, с театральных подмотков он и шагнул на киноэкраны. Вообще он состоялся сначала как театральный актер. Более того, если начнешь перечислять, это все классика. Он почти всего Мольера переиграл. И лекарь по неволе, и скупой, и мнимый больной. Ну, почти все пьесы. Что это такое? Это, конечно, комедийный дар. Тогда все-таки ценились актеры, которые могут зал заводить, рассмешить, сделать абсолютно любой трюк. Он совершенно спортивно мог встать на руки, сделать фляг, все что угодно. И зрители его запомнили как театрального актера. Его прекрасная спортивная форма однажды едва не стоила ему жизни. Режиссеры привыкли, что актер без дублера исполнял любые трюки. И всегда пользовались этим. Пока на съемках фильма «Ограбление» он не сорвался с машины, несшийся на бешеной скорости. Он чуть не погиб. Врачи наложили только на голову актера 16 швов. После этого Бельмондо завязал с лихачеством. А на вопросы журналистов о том, будет ли еще сниматься в боевиках, отвечал, «Я не хочу быть летающим дедушкой французского кино». Стареть Бельмондо вернулся в театр. Морщины и груз прожитых лет дали ему новый толчок в профессии. Он так благородно старел, он не делал никаких пластических операций. У него появилось такое мудрое выражение лица. Иногда он улыбался, но глаза грустные-грустные. И спустя много лет, давайте уж это сделаем, это кольцо, больше 30 лет он не работал в театре. Но в старости он вернулся в театр. И он сыграл такие роли не так много. Старого актера, кино. Он сыграл в знаменитой пьесе «Фредерик или бульвар преступлений». Это уже последние его роли. Он, в общем-то, был не очень даже уже сильным. Но его так любили, что ходили специально на Бельмондо. И Франция ему отплатила этой благодарностью, потому что он остался еще и знаменитым театральным актером. Полвека Бельмондо в шутку называл себя бессмертным. Но в 99-м на гастролях прямо на сцене его свалил сердечный приступ. Через два года история повторилась. Инсульт. Полная потеря речи. Правая половина тела парализована. Первое слово Бельмондо произнес через пять месяцев. Через полгода встал. Спустя несколько лет снова стал отцом. А в 2008-м вернулся в кино. Снялся в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака». В интервью журналу «Парий-матч» Бельмондо сказал об этой работе. «Я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей. Но именно на этих съемках я был счастлив как никогда». Его не стало 6 сентября 2021 года. Он навсегда изменил кино, полностью разрушив стереотипы, доказав своим примером, что баяние и харизма могут затмить самую каноничную мужскую красоту. Мэтра французского кино и театра провожали под музыку из фильма «Профессионал». Так завещал сам Бельмондо. Под мелодию Энио Мориконе он уходил в бессмертие. Под аплодисменты всей Франции. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ